Привет из прошлого. Сегодня мы с вами почитаем книгу под названием «Правда мы будем всегда...» На самом деле нет. Сегодня я вам расскажу одну историю, как я заказывал себе чехол. Вот такой. В один прекрасный день я решил себе сделать подарок и нанести логотип своего канала на чехол. Посмотрел в интернете несколько сайтов, мне приглянулся сайт ukase.ru. Там был большой выбор чехлов, а также был конструктор. Помимо того, что у них можно было выбрать цвет чехла, самому, соответственно, в конструкторе выбрать картинку, которую ты хочешь, чтобы они нанесли на этот чехол материал самого чехла. Но еще у них была такая штука, есть точнее, под названием «Рельефная печать». И в качестве примера у них выложены картинки, на котором эта рельефная печать, она прям такая, как вот, ну, где-то вот такой высоты, наверное, на силиконовой основе. Во всяком случае, на картинке выглядит именно так. В самом тексте у них написано, что приблизительно 1 мм толщина этой рельефной печати. Я все вот это выбрал, и у меня стоимость чехла получилась, ну, вместе с доставкой, 1200 рублей. Ну, я думал, сделаю один раз, зато надолго, ну, пока вот аппарат не поменяю. Все было прекрасно, мне позвонила менеджер, сказала, через сколько будет сделан мой чехольчик. Потом этот чехольчик привезли, я открываю и вижу. Сейчас я буду показывать фотографии и объяснять. Значит, в верхней части чехла небольшой срез. Не знаю, как он был достигнут, то ли это у них форма печати такая, либо у них в этом месте скрепление чехлов, когда партия идет. И вот такой вот неприятный срез получился. И второе, что мне не понравилось, это рельефная печать. Это выглядело, как будто они откуда-то вырезали этот кружок со стрелочкой и, значит, наклеили на чехол. К тому же и у кружка, и у стрелочки был какой-то непонятный черный контур, которого у меня в макете не было совершенно. Ладно, всякое бывает. Я написал службу техподдержки по этому поводу. Приложил все фотографии, указал ошибки и стал ждать. Мне почти сразу же ответили, что они передадут это на производство. Через некоторое время пришел ответ, что производство признало брак чехла. И мне бесплатно сделают еще один вариант. Я обрадовался, думаю, какие классные ребята. Через некоторое время мне приезжает мой второй чехол. Я его достаю, и что я вижу? Все тот же срез, он даже еще больше стал в верхней части чехла. А все такая же рельефная печать, такая же тоненькая-тоненькая. Вот хрен вообще увидите. Ну, почувствовать можно, конечно, но она не миллиметр даже. Качество градиента вот на кружке просто, вот я сейчас скажу слово, ублюдское. Оно хуже, чем было на первом варианте. И еще они зачем-то добавили контур ко всем буквам. Так что они стали толще и ближе друг к другу. Я им написал опять. Говорю, ребят, ну как такое может быть, что второй хуже, чем первый? Причем, ну, заметно, что хуже. Они опять написали, что передадут информацию на производство. И как вы думаете, что мне ответили? Мне ответили, что производство не обнаружило никакого брака во втором чехле. То есть первый чехол с меньшими косяками, они признали, что это брак. Второй чехол, который просто, ну, по сравнению с первым, просто отвратительный. Они сказали, что это не брак. И уже три недели мне никто не отвечает. Я им опять написал, что как такое может быть. Давайте, может быть, вы вернете мне деньги. Потому что печатать третий вариант я совершенно не хочу. Вот. Мне никто не отвечает, поэтому я решил записать вот это видео. И если вы будете обращаться в эту компанию, имейте в виду, что печатают они халтурно. Халтурно. Рельефная печать, которая у них показана в качестве примеров на сайте, это просто замануха. На выходе вы такого не получите. Либо меня просто на одном месте вертели. Вот. Ну и, ребятки из Ucase, я все-таки жду вашего решения перепечатывать в третий раз. Либо все-таки возвращать деньги. Я хотел один раз сделать хорошо, но, видимо, у вас я точно больше заказывать ничего не буду. Так что, думайте те, кто будет заказывать, и думайте сами, ребята из Ucase, как надо обращаться с клиентами. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.